Всем доброе утро. У нас нет воды. Ребят, воды нет нигде. В магазинах тоже нет воды. А хочется попить чего-нибудь. Я говорю, София, давай с Мергородской будем пить. Конечно, я была с мамой чуть-чуть в шоке. Да что там в шоке? Придумала. О, чудесно. Сейчас как закипит минералочка. Зато чистая вода. Ну шо, воды нет нигде. Я боюсь это пить. А мазики испарятся? Конечно, испарятся. Она сейчас как будет шипеть все. Они сейчас быстро испарятся. Так, София будет жарить омлет. На тебя жарить? Жарь. Вытирай сковородку. Воды нет, вот так и делаем. Сковородочку протерли. И чистенько. И дальше будем жарить. А я думала, даже если есть вода, то так делать. Давай. Ну просто София вечером там жарила помидоры с яйцами. Эх, пузыречки пошли. О, это вазики так и смотрят? Да. Ой, все. Класс. Я уже не хочу этот томлеты. Я решила сосиски и яйца пожарю. Ну давай сосиски и яйца. Может, все уже жарим? Ну давай их все пожарим. Жажарим все. Конечно. Жажарим. Завтрак должен быть сытный и плотный. Что там этих сосисок? Минники. Минники, миники. Пусть они зажариваются, Софийка. Уже и газиков почти нет. Да, есть чуть-чуть. Так. Мне нужно взять маленькую тарелочку. Минники, иди корм ешь. Софийка только купила тебе корм, сбегала. Я уже и за водой села, которой не было. София везде сбегала. И по водичку. Ой, ой, на шестерочке. На шестерочке. Не, сначала на девятке пусть разжарится. Там мы разжарились. А знаешь, я теперь знаю какую-то комфортку. Нажать сюда, потом сюда, выбрать две и выбирать этот. А, короче, подожди сюда. Нажать вот сюда, ну включи, потом нажать сюда. Ну это смотря какая комфортка. Нет. Нет, вот сюда. Это эта комфортка. А я тебе за это рассказал. Сюда, потом на две кружочка. Да. Снова сюда, и потом уже тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да, потому что если ты нажмешь просто вот так, и одну. Ой, не туда нажала. Мама. У тебя будет один круг, а если надо большой, надо нажать вот такую точечку, и будет тогда все влезти. А может, а тут у вас уже две комфортки? Может, конечно. Хозяйка завтраке готовит. Кстати, я все делаю его меньше. Сейчас закрывай, чтобы... Нет, крышкой накрой, пожалуйста. Ну не бойся. Потому что жир стреляет во все стороны. Я такое не люблю. Я протру, протру. Протру. У нас воды нет протру. А я протру. Эти девочки в очках сижу с утра. Уже, ребята. Уже, уже с утра. Ой, девочки, я вчера посылку, что получила, я вам крем, ну, я там, крем, в общем, у меня заказала на ночь. Я вам потом позже покажу. Это что-то еще. Мам, я протерла. Молодец. Вообще, этого я не знаю. Крем номер один. Я же люблю разные крема, девчонки, для пяток, там, такие покупать. Вам потом все, ладно, отдельно покажу и расскажу. Но я от него в восторге. Я вчера... Она мне уже сегодня рассказала. Я даже Софии утром сказала, говорю, София, там, такой крем, говорю. Ладно, попозже вам покажу. Микузька, ну, залазь, что ты хочешь? Я тебе не знаю, мне мазать все. Здрасте. На ночь пяточки кремом, конечно. Там, какой аромат. Я теперь духи такие хочу. Я не знаю, что это за аромат. Там, он меня прям с ума сводит. София пошла нюхать. Ну, принеси. Я потом покажу, да, там еще крем для рук. Да, попробуй. Ну, хочешь так понюхай его? Скажи запах. Умм, духи такие, я все захотелось. Как духи, да? Итак, смотри. Можно лицо мазать. Закроет. А, Никита же сонная еще. Охмачка. Спасибо, зайка, за завтрак. Ну, такой у нас завтрак. Э, обратно летит. Не, это машина поехала. Не, 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 мам, я понимаю. А, вздалека слышно вот этот звук. Кто любит такие желточки мягенькие? Я. Вкусненькие, да? Хочешь помидорчик? А? На. Летают наши защитники. Чтобы мы могли спокойно жить. Мирно. Как видите. А он когда не забудет, как нам наши военные купили мороженое. Они такие добрые. Молодцы. Дай бог им здоровья, сил, терпения. А? Полетели назад. Охмачка, она вам видела, видела. Туда полетел? Да. Вот так. Этот уже свистел, а тот перед этим. Это может быть два их. Да. Налетает. Это вообще не страшно. Так, девочки, как и обещала, показываю вам крем. Кто смотрит Анечку видео, она заказывала себе в инстаграме на сайте продукцию для волос. Серия там очень хорошая, ей понравилось. Ну, так как шампунь я себе заказала недавно, большая упаковка, вот у меня такой выбор. Крем для ног и крем для рук. Девчонки, крем для ног. С 10% мочевиной. Девочки, я его протестировала. Я вам скажу, ну, это крем номер один. Например, для меня из всех, какие мне были и пенки, и муссы, он очень классный. Мне так понравился. Во-первых, он впитывается хорошо в кожу. Впиталась, и такая она как, ну, знаете, не остается вот этого, ножки намазал, и ты потом встать не можешь, потому что жирная. Нет, он хорошо впитывается, так как пленочкой покрывается. Потом запах. Запах невероятный. Запах таких каких-то, ну, вот как духи, пудровый, нежный. Очень приятный аромат, что тоже немаловажно. В общем, у кого очень сухая кожа, стоп, пяточек, кожа трескается. Вот этот крем идеальный. Девочки, даже его можно подарить на подарок. Вам человек скажет огромное спасибо. Также этот крем хорошо у кого на топтыши, тоже подходит. Можете мазать. Текстура очень хорошая. Я уже распечатала, но я же его тестировала. Он такой вообще. Ну, пятку не буду мазать уже, но он волшебный. Крем волшебный, девочки. Я вам советую. Кто страдает сухими пяточками, вы не пожалеете. Следующий. Это крем для рук. Крем с экстрактом белого чая. Очень хорошо питает ручки, увлажняет. Крем тоже очень хороший. Хорошо впитывается, тоже не оставляет жирной пленки на руке. И очень приятный аромат. Он пахнет ванилькой. Ой, нежный, нежный аромат ванили. Девочки, кто любит, я тоже его уже распечатывала, потестировала. Вот такой крем. Тоже нежная такая текстура. Я вчера тоже, ой, капнула. На ночь пользовалась. Крем идет тоже такая пленочка запечатанный. Мне нравится тоже, что не оставляет. Ну, сами знаете, когда намажешь, чтобы впитывался хорошо. Очень такой приятный. Пахнет ванилькой. Также написано, что он борется с этими, с пигментацией. Убирает ее. Ну, чтобы ручки были долго у нас красивыми. Вот такой вот крем. Тоже очень хороший совет, девчонки. Большой выбор. Я ссылку оставлю в описании под видео. Выбор большой. Можете и для волос, и для лица, и для ножек выбрать себе серию. Продукция не масс-маркет. Хорошего качества. Хорошая линейка. Я очень довольна. Советую вам. Я довольна сильно. Ссылочку оставлю под видео в описании. Ну, крем для ног это фаворит мой. Все. Я теперь буду только такой заказывать. Потому что лучшего я не нашла. Перед этим я когда была в Кременчуге, я покупала себе пенку. Она тоже классная. Но она, конечно, намного дороже, чем этот крем. Неплохая. Я ей пользуюсь. Но этот крем вообще тоже обалденный. Советую. Ваши ножки вам скажут, девочки, спасибо. От аромата вы будете вообще в восторге. Запах улетный. Так, ладно. Я пошла в магазин. Потом приду, покажу там, что куплю. Еще сама не знаю, что. Все, тогда встретимся чуть позже. После магазина. На улице снимать не буду, потому что сильный ветер. Всем привет, девочки. Пришла всю никак не могу разобрать сумки. Ездила по делам, потом зашла, скупила. Сейчас вам покажу быстренько, что я купила. У меня уже пакет начинает протекать. Аня все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Говорю, Аня, мне надо видео уже снимать. И сумки, или уже сумки разбирать, видео не снимай. Она ладно, иди, говорит, снимай. Так, девочки, паштет. Это очень вкусный паштет. Мы его полюбили очень сильно. Вот такой. У меня спрашивали, паштет какой. Вот, вот такой паштет. Называется рыбак. Рыбак мясная история. Очень вкусный. По традиции, как всегда, бомбино, бомбино. Сырки в шоколаде. Сырки в шоколаде. Вкуснячие. Надо сейчас все сбирать. Вот открыла, прям шоколадом пахнет. Сейчас закрою. Я сейчас сразу, наверное, девочки, буду все убирать в холодильник. Потому что надо все убирать. Жара. Дальше. У нас колбаска любительская. Сыр. Чуть все время это сыр, забываю. Кантри. Вот, кантри. Сыр кантри. И сыр, этот раз взяла этот, старый Олендер. Добродар я покупаю, это старый Олендер. Он, конечно, дороже, но и вкус другой. Но мне нравится и тот, и тот. Вот, Гьюис Голд мне не очень нравится. Ну, может, как-то, я не знаю, один раз взяла. Ни Софини мне не понравился. Он с какой-то горчинкой был. Вот, из твердых, такие твердые. Я обычно квадратиками его нарезаю. Старый Олендер и вот этот, и Добродар. Сейчас все поубираю сразу, чтобы у меня не пропало ничего. Следующий, зашла, я была на Даманском, на рынке не дошла до этого. Скажите, чего? В общем, до рынка я не дошла. А на остановке, мне говорили, хороший рыбный магазин. Я зашла туда, купила рыбку, хек. У меня тут уже все течет. Я не знаю, что течет. Потом купила... Не знаю, мне очень нравится. Это, конечно, дорогой удовольствие. Ну, как, ну, недешево стоит. Ну, иногда я покупаю. Мне очень нравится морской микс. В общем, да, морской микс куда-то перекладывать. Здесь осьминожки, кальмары, миди, креветочки. В общем, оно такое уже все замаринованное. Ну, я давно покупала, мне так захотелось и купила. И София сегодня утром, мне, наверное, тут что-то приоткрылось уже. Просила, говорит, так хочу рыбки красные. Я ей купила, вот, лосось запечатанный в баночке. В общем, я ей такое взяла. Сейчас дальше не достаю, потому что у меня рука жарноватая. Сейчас я разберусь. Или попротираю, или что мне делать, я не знаю. Вот такие, девочки, покупки. Сейчас я переложу в морской микс, сразу уберу. Так, вот это лосось поставлю. Ветер на улице сильнейший. Ой, как это вкусно. Кто любит такое? О, отлично. Ой, креветочка. Нет, креветочка, выпадай. Выпадай, выпадай. Выпала. Выпадай. Такая вкуснятина. Я так такое люблю. Женя с работы едет. О, отминожки. О, отминожки. Как я люблю вот это. Иногда. Я пью ее все время. Иногда. Иногда можно побаловать, да? Себя. Себя любимую. Почему бы и нет. Так. Уже яйца заканчиваются. Только покупали. София так полюбила яйца. Она раньше не любила их так. А сейчас, как сама готовит, теперь ей все нравится. Ну и рыбу. Рыбу. Сейчас еще в один пакет. Но сегодня жарить не буду. Я ее просто уберу в морозилку. А потом, пока она у меня полностью не растаяла. Вот такие дела. Все. А потом подоедаем. Я же готовила есть. Мне еще еда есть. Уберем. У меня еще пельмени есть. У нас есть. У нас. У нас все есть. Я сейчас вот эту баночку протру. С нее немножечко, наверное, как-то масло подтекло. Там продавалась красная рыба. В ведре была нарезана. Она говорит, возьмите вот эту запечарку. Давайте. Давайте. Может они так фасуют по таким баночкам. Завтра утром у нас будет бутерброды с рыбкой красной. Давно я не покупала. Да, когда еще, девочки. Когда АТБ работал. Это еще до всех вот этих действий. Все. Ну, так и поставлю. Аккуратно. Женя, снова меня хотел пообщаться. Так, все. Хлеб купили. Воду купили сегодня. Меня не было. Софийка. Молодец. Умничка. Сходила. Воду привезли. Купила очищенной воды. Теперь мы с минералки не будем кипятить воду. Сейчас Софию загоню домой поесть. Фу, пакет воняет рыбой. И заставлю ее вынести мусор. И тут все надо повытирать. Ладно. Ладно, девчонки. Буду ее вытирать. Включила, девочки, видео. Снимаю, разговариваю. Тут убираю с вами. А камера не записывает. Написано. Все, памяти нет. Уже в этом телефоне у меня памяти нет. В общем, только что посидела, немножко почистила. Старое видео. Так, с мамой уже получше. Она даже супик себе сварила, легенький поела. Я говорю, она говорит, ну, это такой упадок силы. Я говорю, мам, ну, конечно, я говорю, ты сколько дней практически ничего не ела. Четыре дня точно. Конечно, будет упадок сил. Но мне захотелось прям поесть. Я говорю, ну, значит, все хорошо. Идешь на поправку. Ладно, все, пошла встречать мужа с работы, кормить. С вами прощаюсь. Всем пока-пока.